Вот это вот для чего я сейчас скажу. Во-первых, поздравляю человека, который прислал мне эту фотографию. Значит, это яркий пример. Посадка по железу. Семидоли вылезли прямо из земли. И вот когда Семидоли вылазит из земли, этому персику готовен далекий путь. Но у меня вдруг последний момент, я теперь не найду. Там была, по-моему, не фотография и, по-моему, не этого автора, а другого. И там мураши ползали вот по такой же Семидоли, жрали, жрали, жрали. И тогда меня спрашивают, а что делать? Я ответил. Отвечу на вебинаре, помните? Вот. А сам думаю, господи, помоги мне. Пришли советчика хорошего. Появился советчик. Сейчас я вам его выдам. Вот. Это у меня всегда так. Стоит только подумать. Вот. И все получается само. Сейчас, ребята, это все очень важно. Но я объясню, почему. Внимание. Так. Так, так, так. Заглянул в соседний сад. Ага. 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 Нашел. Объясняю. Речь шла о том, что человек решил персики для начала вырастить. Не этот, не этот персик, а какие-то другие. Вырастить теплицы. Там есть свои плюсы, сами знаете. Можно на всю жизнь садить теплицы и получать прекрасный вырожай. Может, он это имел в виду. Вот. А я садил теплицы на только годовалые. То есть тем уже никакие муравьи не страшны. А человек посадил. И вот в таком виде напали муравьи. Сказать, убивайте. А я же железный. У меня язык никогда не повернется. Согласны? Что делать? И кинул, кричал. Внимание. Слушаем. Знаете кого? Я его назвал. Как бы, чтобы не зазнался бы наш друг Макаров. Я его назвал. Один из ведущих садоводов России. Бе-бе-бе, это самое. Уже, так сказать, по умолчанию. Не ученый, не садовод-любитель. А просто скромно. Один из ведущих садоводов России. Макаров Алексеев Иванович. Внимание. Везли какие-то листочки. Вроде как один способ. Начну сначала. Добрый день. Валерий Константинович. Алексей. Я тут сделал перевод на создание очередных фильмов. И под впечатлением предыдущих. В одном месте там человек просил, как можно ему помочь избавиться от муравьев, которые у него в теплице там что-то там подгрызли, какие-то листочки. Вроде как и жалко, и хочется как-то их переселить, но он не знает как. Есть один способ, я не знаю, насколько он этично выглядит. Не знаю, как вы можете предложить его людям. Значит, именно в теплицах, да, тепло, появляются муравей. Есть способ проверенный, скажем так, не очень, ну, совсем практически безобидный, но муравьи уходят. Что для этого надо сделать? Всего лишь навсего в тепличке помочиться на этих мурашеках. Муравьев не убивает, но они почему-то уходят. Им не нравится. Да кому понравится? И человеку не нравится, когда находятся рядом с отхожим местом, от которого запах идёт. Но муравьи уходят в способ действенный, но не убийственный для муравьёв и простой. Не знаю, как вы можете это использовать, но вот что знаю, чем пользовался, тем и делюсь. Дальше ещё. Всё, всё, друзья, закончили этот разговор. Почему? Дальше вы сами понимаете. И Алексей Иванович, он ещё продолжил этот разговор. Почему надо, когда кто-то имеет территорию, остальные должны уйти. Муравьи это понимают. Ну, чем мы богаты, тем и рады. Вот. По-моему, нормальный способ. Ой, мой-то слух. А что у меня было? Я посадил впервые в отчаянии. У меня не взошли однажды груши. Вот. А я их посадил по-другому. Мне кто-то подсказал. А посади песок. Вот просто... Или это было... Опять же опыт. Какой-никакой опыт. Похожий немножко на опыт Макарова. И, значит, я квадратный метр песку насыпал. Калерный далеко, песчаный, в километре. Привёз песку, насыпал толстый слой. И взял в этот песок, посадил груши. А сам думал, из чего они должны груши зайти? Ведь они же... Там постоянно нужна сырость. А тут какой-то песок, он высоко, мгновенно. Ну, написано, написано. А я же любопытный. Если я увижу, что они взошли, я просто буду знать. Это моё особое призвание. Вроде бы опыт младский. А у меня ещё был промежуточный опыт. Но это отдельный разговор. То есть не земля, не песок, а песчаные дорожки. И это было. И то опыт. Ну, давайте пока берём этот крайний случай. И повалился туда ходить кот. А моя тёща такая, как она его гоняла? Чтобы он это... А он туда и ходил, и ходил, и отходил, знаете, по каким? По своим нужным ходил. Вот. Так что там даже запах был. Вот этот квадратный метр. Вот. И я решил всё. Своей мочой. А вы знаете, какая одна у них? Остро пахнущая. Ну, всё. Что вы думаете? Зашли. Груши зашли. Причём мне кажется, что если бы кот не ходил туда, как в отхожее место, они бы не зашли бы. Вот кажется ещё. Ну, чё, тистосухой песок. С чего бы они зашли? Вот, пожалуйста, я продолжу тему, Алексей Иванович. Спасибо вам. Вы начали. Я закончил. Пригодится? Не знаю. Так. Ну, а есть такой Данил Новокрещенок. Он просто мне прислал, вот теперь я сразу не вспомнил, вот недавно сделал, персик минусинский в нём зашёл. Поздравляю. А знаете, чё он? Минусинский персик те дни я продавал. Не так. Косточки не я продавал. Нет. Я продавал, но они были у меня, Зинова Олега. А то он мне прислал их. Сколько их? Стук 500, наверное, я уже не помню. Олег Олегович, вспоминайте. Про вас это самое, как говорится, Родина вас не забудет. По крайней мере, Новокрещенок должен знать, что если он дойдёт, как у вас, до такого состояния, 4-5-летний ваш персик Минусинский дал такой врач, я до сих пор не верю. Господи, я сейчас перекрестюсь, или ущипну, и нету ни этого самого, ни Мезиного, ни персика этого нет. Настолько это выглядело потрясающе. А теперь вот у Новокрещеного будет. А что ему сделаться? Вот, сгнить он, не сгнёт. Помните, я показывал корни? Корни у него, эти самые, именно у персика, значит, глубинная, я ещё называю, выильной установкой. Они вот так вот идут в землю. Вот, сердёвый корень именно у персика. Значит, и на пицце воды найдёт. У него всегда корни даже длиннее, чем сам персик. Представляете? Ну что, посмотрели? Настроение повышается? У меня так. Так, Мезиного муравьяха читался. Это я, чтобы не забыть, это узелок на память. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok